МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссеров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Вышлегородцева. И Мария Ирунич. И это программа Кинокайф. Маша, а ты когда-нибудь видела, как извергается вулкан? Нет, не видела. И мне кажется, хорошо. Наверное, это очень жуткое зрелище. А я видела. Как ты могла видеть-то? Если бы ты видела, ты бы не стояла здесь. Ты бы убежать не смогла от лавы. Ну почему ты постоянно со мной споришь? Говорю, видела, значит, видела. Ну и где? В Помпех. Извержение в Помпех было дофига леон лет назад. А, ты вообще знаешь, что такое Помпеи? Вообще-то знаю. Помпеи – это один из древнейших римских городов, который расположен на территории провинции Неаполь, уничтоженный вулканом 24 августа в 79 году н.э. Все, кто находились в нем, были погребены под слоем пепла и лавы. Неплохо. И откуда такие познания? На днях посмотрела историко-приключенческий фильм Помпеи режиссера Ола Андерсона. О, это один из лучших фильмов-катастроф, на мой взгляд. Действие картины начинается в 62-м году нашей эры римляне под предводительством сенатора Ковусу, жестоко подавляет мятеж кельтов в Британии, убив вождя кочевого племени и его жену. Выреждаётся только их сыну Милану, который вскоре попадает в руки римлян. И спустя некоторое время Милан влюбляется в дочь хозяина Кассии и мечтает о том дне, когда он будет свободным и женится на Кассии дочери своего хозяина. Но такая любовь невозможна для обоих, и они это прекрасно понимают. Все, хватит, Ира, это фильм-катастрофа, там люди стараются выжить, а ты тут опять со своей любовью. Ты не умеешь рассказывать фильмы, все, уходи. Внимание, спойлер! Фильм заканчивается тем, что Везувий полностью уничтожает Помпея, а влюблённая Милан и Кассия погибает в поцелуе. Ха-ха-ха. Ира, ты ужасная, противная, мерзкая девка. Как с тобой вообще можно фильмы смотреть? Ну, кто тебя просил рассказывать концовку фильма? Но он вышел в 2014 году, его уже точно все посмотрели. Картина очень познавательная. И если, правда, есть хоть те, кто не смотрел его, по рассмотру рекомендую. Ты уже концовку рассказала, что смотреть-то, никакой интриги. Пусть лучшие в кинотеатры идут. Финалы новинок ты точно не проспойлерышь. И первая новинка этой недели – фильм «Турецкое седло». Тихий неприметный Ильич – бывший Топтун, опытный агент по наружному наблюдению в КГБ, затем ФСБ. Теперь он на пенсии. От одиночества он продолжает следить за теми, кто пробуждает в нём интерес и любопытство. Однажды в его доме поселяются новые соседи, молодая семейная пара, музыканты. И жизнь Ильича неожиданно меняется. Он влюбляется. Но бывший агент даже не подозревает, что последствия такой любви окажутся шокирующими и непоправимыми. И следующая новинка этой недели – славные пташки. Приключения маленького птенца-рыжика и куропатки-отшельника Гайрена. Судьба сводит их вместе, когда рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Он уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрена показать ему дорогу в райскую долину. Тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда тает немало опасностей. Постепенно неунывающему рыжику удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы. Маша, а ты в этом месяце ждешь какой-нибудь фильм? Конечно, жду «Опасный бизнес». Почему именно его? Потому что там играет прекрасная Шарлиз Терон. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняет весь мир. И он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкупу компании. Но этот умник не понял, с кем связался. Для Шарлиса он предпочтительнее мертвый, чем живой. Миленько, сходить стоит. А я вот жду фильм «Привидение». Не хочу тебя расстраивать, но он уже вышел в 90-м году. Считай, дождалась! Ха-ха-ха! Мое «Привидение» выйдет 26 апреля. И сюжет там совсем другой. Девушка встречает парня своей мечты. Вот только уже на следующий день выясняется, что он вовсе не он. Ну, как бы он, ну или не он, ну как бы он, ну немного другой он. Ира, давай по-русски. Ну, короче, он бестелесный дух, который каждый день воплощается в новом теле. Каждый день его ждет новый дом, новая семья и чадо-чужая жизнь, фрагмент которой надо прожить. Да, звучит необычно. О, предлагаю еще рассказать о моей бывшей подружке. У нас программа про кино. А я не Лариса Гузеева, чтобы рассказывать людям о твоих подружках. Это фильм так называется. После тяжелого разрыва с девушкой главный герой решает, что никогда больше не подвергнет свое сердце тяжелым ударам любви. И снимает квартиру на пару со старым проверенным другом Нефили. Но так получилось, что Нефили – это девушка. Но у них есть золотое правило дома, кстати. Никаких серьезных отношений с третьими лицами. Но после нескольких недель совместного проживания главный герой нарушает это правило. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокаев». С вами была Мария Рунч. И Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»